Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Новый оборудованный госпиталь для лечения больных коронавирусом Республики Готов. Сегодня Рашид Кемрезов осмотрел резервное лечебное учреждение. Число зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией и количество выздоровевших в нашей ежедневной сводке от Минздрава Республики. Они первыми принимают на себя основной удар. Работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник. Дата совпала с марафоном «Спасибо, врача!». Детей в школах нет. Учебный процесс не останавливается. Об изменениях в системе образования в нашем репортаже. Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, заявил сегодня президент Владимир Путин на совещании по противодействию распространения коронавируса. Ситуация остается сложной и в эти дни нужно будет строго соблюдать профилактические меры, отметил глава государства. Сегодня глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил новый резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом, оборудованный в северной части Республиканского центра. Это уже третье специализированное медучреждение, которое официально отведено для пациентов, инфицированных COVID-19. Рашид Тимрезов выразил надежду, что новый резервный госпиталь не понадобится, но, тем не менее, должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемиоситуации. В новом госпитале выполнены абсолютно все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и Минздрава России для оказания реанимационной и других видов помощи больным. 52 реанимационные койки, оборудованные аппаратами ИВЛ, к 140 местам подключен кислород. Сформированы бригады врачей, младшего и среднего медперсонала, запасы лекарств, средств, индивидуальной защиты и дессредств согласно нормативам. Рашид Тимрезов поручил министру здравоохранения Казиму Шаманову постоянно наращивать запасы средств индивидуальной защиты для медработников, в первую очередь для госпиталя, а также для работников сферы здравоохранения. Врачи все делают от них зависящее. Есть, может быть, какие-то недостатки, но мы о них не знаем, есть ли они будут оперативно. Все решается совместными усилиями. Сейчас поддержку оказывает и центр, проводятся практически в ежедневном режиме совещания, где все эти вопросы отрабатываются именно с целью не допустить каких-то проколов в оказании помощи, сохранить жизни наших граждан, заранее подготовиться к возможным всем вызовам. Я думаю, что оценить сейчас можно как удовлетворительной готовность. А так жизнь, конечно, покажет и скорые помощи, и амбулаторные учреждения, и, конечно же, госпиталь, куда попадают непосредственно лица уже в тяжелой форме этого заболевания, они все должны получать, и, надеюсь, необходимую помощь будет им оказана. По сообщению оперативного штаба Республики, сегодня на 10 часов утра подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 313 больных COVID-19, 14 человек выздоровели, двое скончались. В стационаре лечится 107 человек, остальные проходят лечение амбулаторно, в соответствии с рекомендациями Минздрава России, и находятся под наблюдением врачей. Все больные, у которых зафиксированы и выявлены новая коронавирусная инфекция, находятся на лечении, будь амбулаторной или стационарно больной. Лечение пациента получают в соответствии с тяжестью заболевания и в полном объеме. Практически в стационарном лечении нуждаются не более 30% больных. Это те пациенты, у которых либо средняя степень тяжести, либо тяжелое течение заболевания. Легкие степени, бессимптомные течения, все они должны проходить лечение на дому. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1, днем 18-20 градусов выше нуля. В северных и центральных районах ночью и утром заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 1, минус 3 градуса. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. В сложных условиях эпидемиологической угрозы они первыми принимают на себя основной удар. Падают от усталости, но продолжают нести круглосуточное дежурство на въездах в Карачаево-Черкесию, чтобы не пропустить в республику инфицированных гостей. Сегодня работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник. И это совпало с прекрасным всероссийским марафоном «Спасибо врачам», которые в Карачаево-Черкесии поддержали Общественный совет МВД, Республиканский поисково-спасательный отряд и благотворительный фонд «Ихсан». Члены этих организаций с цветами и подарками посетили все временные стационарные посты, где дежурят медики и полицейские и сказали им свое спасибо. Мадина Каракетова продолжит. Визит представителей Общественного совета при МВД Карачаево-Черкесии и волонтеров поисково-спасательного отряда с цветами и корзиной витаминов очень удивил и растрогал фельдшера поселка Солнечная Арсена Кармазова. С первых дней эпидемиологической угрозы уже ровно месяц он и двое его коллег совместно с полицейскими Прикубанского районного отдела внутренних дел и Росгвардейцами дежурят на временном стационарном посту на въезде в республику в Прикубанском районе, сменяя друг друга каждые сутки. Мы стоим не для того, чтобы на галочки ставили, хвалили, не для этого. В первую очередь мы для своей республики стараемся. Но внимание это, конечно, хорошо и приятно. В таком случае можно даже растрогаться, чтобы была бы девушка. Представитель Общественного совета при МВД Марат Узденов считает, что медики, дежурищие наравне с сотрудниками полиции, на посту достойно восхищения. Они хоть и падают от усталости, ежеминутно рискуют подхватить опасный вирус, все же не покидают свой пост. Люди должны постоянно приезжать и подбадривать их, чтобы у них мотивация была работать, помогать людям. Они не обязаны это делать. Рискуя всем, тоже же люди могут заболеть, поэтому они больше, чем мы, помогают народу. Именно медики, сотрудники правопорядка, они работают постоянно и находятся в зоне риска. Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Ихсаны Диабуа», поддержанный волонтерами поисково-спасательного отряда Карачева-Черкесии и Общественным советом МВД. По словам Марата Узденова, это не единственная акция, направленная на выражение благодарности медикам и полицейским. Арсен Каркмазов и сотрудники правоохранительных органов не пропускают ни одного автомобиля, въезжающего в республику, не измерив температуру водителя и пассажиров, если температура тела превышает норму, пусть даже совсем на чуть-чуть уже причина для тревоги. Первая задача – выявление с температурой и ставить на учет приезжих и нагородних. Ставить на учет, сообщать участковому терапевту. До прибытия до места жительства их уже будет ожидать участковый терапевт. И сажать на карантин на двух недель, и после двух недель будут браться мазки на анализ на COVID-19. У нас в скорой помощи есть ртутные термометры. Перепроверяем два раза, чтобы не было никаких ноутсинов. Выявляются температуры, конечно. А приезжие или по работе, или же кому-то в гости, там, с Ясинтуков, с Пятигорского, если выявляется температура, тут же возвращаются назад. Ну, в случае у нас с Калининграда ехала фура, у него обнаружилась температура 37,8. В том же порядке в Калининград отправили. То есть у кого температура, вы сюда не пускаете? В республику не пускаем. А если местный, я еще раз повторю, что ожидать будет его до приезда домой терапевта участковой. В специальном журнале фельдшер фиксирует все данные людей и их машин, и гостей, возвращенных обратно, и местных, кто едет домой. А как вот приезжие, к которым вы подходите, вот с вашими приборами, относятся к таким... По-разному. Бывают спокойно, бывает негативно. По-разному. Проходится молчать, делать свое спокойное дело. Объясняем по-человечески, ну, поймайте сами. Вот вы в зоне риска, да, вот как полицейские, с которыми вы здесь дежуруете, вам не страшно? Страшно, а что делать? Лучше я один, чем сотни заболеют. Война без жертв не бывает, как говорится. Такая вот ответственная работа кипит на всех въездах и выездах из Карачаева-Черкесии. Цветы и фруктовые корзины удивили и порадовали и медиков, дежурящих на временных постах в Адыехабльском и Малокарачаевском районах. Но несмотря на все усилия медработников и полицейских, нюющих и ночующих на постах, на совете выполняющих свою работу, в республике все же с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. И основная причина – игнорирование требований о самоизоляции, безответственное отношение некоторых граждан как к своей безопасности, так и близких, которых они подвергают смертельному риску. Одни врачи, пусть даже и при помощи полицейских, не справятся, если каждый не осознает свою личную ответственность перед своими родными и обществом. Вадина Каракетова, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Эпидемия коронавирусной инфекции затронула практически все сферы жизни. Значительные изменения произошли в системе образования. Школьные дворы и классы опустили. Несмотря на то, что детей в школах нет, учебный процесс не останавливается. В общеобразовательном учреждении номер 6 Черкеска побывала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкёзова. Пустой класс, стулья на партах. Однако урок идет в активном режиме. Таковы сегодняшние реалии дистанционного образования в школах республики. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Меня слышно? Здравствуй, Илья. Конечно, слышно. Здравствуй, Анечка. Здравствуй, Ислам. Здравствуй, Лаурочка. Я тебя слышу, но пока не вижу. Вот. Итак, мои дорогие, первым нашим уроком сегодня будет математика. Откройте, пожалуйста, свои тетради. И запишите, пожалуйста, сегодняшнее число. Сегодня 28 апреля. Классная работа. Учебный процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования республики. Мне удобно проводить эту работу через платформу Zoom. Потому что таким образом я общаюсь живой с детьми. Каждое утро у нас начинается с приветствия в WhatsApp. Мы здороваемся друг с другом и проверяем, кто в наличии. Далее предлагаю детям зайти с помощью ссылки на конференцию. И мы проводим уроки. Впервые за всю историю Карачаева-Черкесии все школы переведены на дистанционное обучение. Переход был внезапным и одномоментным. А потому не все учебные заведения подготовились стопроцентно. В короткие сроки была проведена огромная работа, которая потребовала мобилизации больших ресурсов и усилий. Как со стороны государственных органов, педагогического сообщества, так и учеников и их родителей. На начальном этапе некоторые школьники не имели возможности пользоваться видеосвязью. По поручению Рашида Борисбевича Тимрезова, главы нашей республики, этим ребятам были предоставлены технические средства для обучения. Этих детей немного на сегодняшний день. Но были определенные дети, у которых даже телефонов не было, гаджетов. Но я хочу сказать, что дистанционное обучение – это не только обучение благодаря или через интернет. Это обучение может осуществляться дистанционно, то есть на расстоянии, вне школы. Это дистанционное обучение даже по учебникам. Оно может осуществляться при помощи рабочих тетрадей. И прочие формы и средства обучения допускаются. Впереди государственная итоговая тестация всех выпускников школ. Волнует вопрос, какого числа предстоит сдача последних экзаменов. Для девятых классов ОГЭ будет стартовать с 8 июня по 31 июля. То есть Министерство просвещения Российской Федерации представляет на право выбора каждому региону, в зависимости, опять же, от ситуации, определить конкретные даты в этот период, когда лучше провести государственную итоговую аттестацию. Что касается выпускников 11 классов, то ЕГЭ на сегодняшний день запланировано также на 8 июня. Подробная информация есть на сайте Министерства образования Республики. Ожидается, что школы Республики, скорее всего, будут закрыты на карантин до нового учебного года. Мурат Жангёзов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкисия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чёрное море». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин